У нас третий день, как у нас горит город, третий день горит Измир, и ситуация, мягко скажем, вот вся жуткая. Сейчас приехала к морю. Расскажу вам все. Очень люблю это место такое, оно какое-то спокойное. Здесь вот в Мавишихире рыбацкие лодочки. А здесь вот сейчас уже все. Здесь рыбаки, ну вот они выезжают в открытое море на этих лодках, и потом здесь происходит, как это называется, аукцион рыбный. Рестораны все это покупают. Ну это все с утра в 9 утра. О, какая большая чайка. Надо как-то приехать сюда, поснимать хоть. Мы дома рыбу не готовим никогда, кстати, потому что воняет потом. Сегодня суббота, сейчас одиннадцать, полдвенадцатого, поэтому народу так много, эти наши чайки жирненькие. Вот, и поэтому пусто, но еще и жарко, видите? Вот горы на противоположном берегу, они все в дыму. Они все в дыму. Горит вот в той стороне. И дым уходит, дым носит ветром. Такое ощущение, что это все как будто облака. Он видит, но это, к сожалению, если бы это были облака дождевые, это бы было счастье, потому что горит страшно на самом деле. Ситуация какая вообще сейчас? Горит в горах, и огонь уже начал спускаться к жилым домам. Я посмотрела сегодня с утра новости, и пишут, что, к сожалению, дома начали гореть. Сгорели дома, очень много животных погибло. Больше трехсот гектаров пострадавшей территории на сегодняшний день тушат с воздуха. Ну, например, ночью ни вертолеты, ни самолеты не тушат. Они не участвуют вот в этой вот операции. И с закатом, как стемнело, тушение с воздуха прекратилось. То есть осталась возможность только тушить с земли. И с рассветом самолеты-вертолеты вновь опять начали летать. Но пока что, к сожалению, потушить не удается. Все горит. Я вот вам здесь буду ставить сейчас кадры. Место событий. Естественно, просят простых граждан туда даже не соваться, не лезть, не создавать пробки, не создавать помехи пожарным машинам, которые едут на место происшествия. То есть вообще проблема осложняется. Проблема в том, ко всему прочему, конечно, что когда горят леса, когда горят огромные зеленые массивы, это боль, потому что это гектары зеленого леса, это погибшие животные, которым просто некуда деваться. Но здесь еще, ко всему прочему, приплетается то, что огонь очень близко подбирается к жилым домам. К сожалению. И опасность уже и еще и для людей. Такие чайки. Кажется, в мире самые большие чайки. Нигде таких больше не видела. Кто совершил поджог? Поджог ли было это? Или это было какое-то другое возгорание? Сейчас пока неизвестно, но версий, конечно, очень много. Вплоть до того, что это были террористы. ПКК. Вот такой был вброс в соцмедиа. Но насколько это правда, естественно, неизвестно. Но факт остается фактом, что непоправимый урон. Очень страшно. Здесь у моря у нас, конечно, спокойно. Пишут, что про эвакуацию вот с верхней части из мира речи пока не идет. А, кстати, здесь парк называется, вот где я сидела, называется Фламинго. И зимой сейчас нет. Зимой сюда Фламинго частенько прилетают. Можно прийти посмотреть. Летом их нет здесь, они в других местах. Тут вот всякие. Кружки с Фламинго. Игрушки Фламинго. Футболки с Фламинго. В общем, все посвященное Фламинго. Я, кстати, обожаю Фламинго. Видите, вон они. Такие они лапочки. А это оливковые деревья, ребят. Прям в центре города. А вот это мастика. Это казачьи, но не для из мира. Это растение, оно на хиосе хорошо растет. И в чешме. Оливочки. У нас очень красивая набережная, на самом деле. Еще бы люди были почистоплотнее. Потому что все эти бычки, все это грязь, это все, конечно. Очень обидно, что такую красоту просто загрязняет. По сути дела, сейчас абсолютно весь город, он вот в таком смоге, вот в таком дыму. Вчера очень сильно пахло гарью, сегодня уже пахнет меньше. Что еще скажу по поводу того, как бы теории, что это поджоги или не поджоги. Вообще, у меня муж придерживается теории, что все это делается специально для того, чтобы открыть участки для застройки. В Измире очень мало осталось участков, которые можно застраивать жилыми домами. Потому что город находится в окружении гор. И как бы, ну, горы, естественно, это зеленая зона, заповедники, да. То есть просто так ты не возьмешь, не вырубишь лес и не построишь там микрорайон. То же самое было в Марморисе, когда сгорело очень много всего. И мы вчера с мужем обсуждали, и он говорит, ну, а что, ну, вот ты сама подумай, озеленяют ли те зоны, которые снова сгорели. Да нифига, естественно, никто ничего не озеленяет. А это значит, что потом просто там начинают строиться, если это курортные города, соответственно, там начинают строиться отели. Потому что, сами понимаете, земельные участки, деньги, все дела. А если это город, да, как в нашем случае, ну, то там могут начать строить жилые комплексы какие-то, какие-то новые дома и так далее. То есть вообще случайность, по крайней мере, там вот, где сейчас у нас это все происходит, ну, я не знаю. Да, там вот, судя по всему, там, короче, места, наверное, для пикников какие-то, что-то еще. Там, где сейчас горит, там тоже все очень под большим вопросом. Но я видела видео, снятое с места, где потушили вот этот огонь. И там все оно забросано бутылками и так далее, мусором каким-то. А в такую жару, когда на улице, простите меня, в тени плюс 38, и солнце шпарит так, что прижигает кожу, когда ты выходишь на улицу, достаточно элементарно обычное стекло, преломление лучей. Я думаю, что все знают физику преломления лучей, и, пожалуйста, огонь начинает разгораться. Бросил сигарету. Я сама лично видела, как я тут машина на улице, ну, по дороге, да, и вот он сидит, он покурил в окошко и бросил этот бычок туда. Я даже на одного жалобу так писала, я успела снять видео и написала жалобу в полицию о том, что вот в такой ситуации на трассе, да, этот бычок подуло ветром, его унесло на зеленую зону, вот вам и пожар. И, а знаете, мне вот хочется таким людям, которые это делают, ну, вы курите, курите ради бога, да, то есть засуньте себе этот бычок в пепельницу, поставьте себе в машину, есть невоняющие пепельницы, поставил в машину и курит туда сколько угодно. Все очень часто, в общем, это людской фактор, товарищи, так что как-то вот очень жалко людей, животных, кто пострадал от этого всего. Вот, посмотрите, буквально за полтора дня во что превратили зеленые красивейшие горы вокруг мира. Огонь потушить можно, а вот восстановить все, что сгорело, это очень и очень долго, а животных, которые погибли, уже, к сожалению, не вернуть, а кто-то остался. Без домов. Страшно. Ну что ж, сейчас время 3 часа дня, у меня, в принципе, для вас хорошие новости и для нас. В новостях пишут, что огонь взяли под контроль, что пожар лесной взяли под контроль, а это значит, что огонь больше не распространяется. Я не знаю, полностью ли его потушили или нет, муж говорит, что полностью потушили, но белый дым, он еще есть, к сожалению, везде. Сейчас летает пепел, ну, как бы в воздухе, конечно, камера его не передает. Я в Каршияке в своей, в районе, где мы живем. Сейчас выйду к морю, посмотрим, как там. Ну, дай бог, что все будет дальше хорошо. Город, конечно же, продолжает жить своей практически обычной жизнью. Вот, несмотря на то, что происходит. Есть какая-то туристическая группа европейцев. Очень жарко, прям, знаете, ну, невыносимо жарко на улице. По-прежнему, конечно, небо затянуто, но если действительно огонь потушили, то в ближайшее время весь этот туман рассеется должен. И все это запах, весь этот запах кари, конечно, должен уйти. В этом году в Турции очень много пожаров. Большой, конечно, плюс в том, что у нас вот море, да, точнее, залив, огромный водоем, откуда, собственно, и брали вод для тушения пожаров. Если бы его не было, то вообще непонятно, как бы пришлось тушить, потому что такое количество воды необходимо для тушения пожаров. Вон, в той стороне еще видно, что есть там что-то, что-то горает. Конечно, начинаю еще с разной вообще теории выдвигать, вплоть до того, что это был террористический акт, что это было сделано все специально. Не знаю, очень сложно, конечно, говорить, но то огромнейшее количество пожаров, которое в этом году было в Турции, это просто уму непостижимо, да, и какими огромными площадями выгорают зеленые зоны, зеленые массивы. Это очень, конечно, страшно. Ага, еще одна была теория, что тоже видела я где-то в соцсетях, что этот пожар вспыгнул из-за того, что там кто-то делал пикник, жарил шашлыки, жарил мангал, и вот от этого возникло. Хотя как раз буквально пару дней назад управление лесами отправляло всем сообщение, то есть это массовая рассылка о том, что запрещено на ближайшие как минимум 10 дней разведение каких-то костров, огней, жарить на природе запрещено шашлыки. В принципе, это запрещено в Турции все лето, но потому что существует вот такая страшная опасность пожаров. Ну вот, собственно, смотрите, я тут сижу. Вот это вот пепел. Да, вот он летает везде. Видите, вот у меня штаны в пепле. Ладно, пойдемте немножко пройдемся с вами по центру. Прогуляемся. По центру Кашияки. Не успела я вам сказать, что потушили. Один пожар, как в новостях уже визы, что начался еще один пожар в районе Минемен, в лесу, в районе озера Карагель. Постоянно что-то где-то вспыхивает, но самое главное, что быстро потушили. Потому что... Потому что очень жаль, очень жаль животных, очень жаль деревья, очень жаль природа. Кстати, в новостях писали, что какой-то гражданин местный насмехался над пожарами в измере, его арестовали и забрали прямо из дома. Как можно вообще над этим смеяться, я, если честно, не понимаю. Это вообще... Это надо быть полностью конченым человеком, чтобы насмехаться над такой бедой. А вообще, я хочу сегодня... Я долго думала, что бы приготовить на ужин, и думаю, что почему бы не приготовить фаршированных кальмаров с овощами. Смотрите, кальмарчики стоят 250 лир за килограмм. Разрешюly с этим смеятьсяwidу извините на ужин. Но отмах сможете отмах parody, да? Таким, конечно, 28 лир Супер, это не будет дружеский лидер. Прости не, нет, дружески не стасовоuse, ни один раз больше. Амах, это так, possessed. Супер, очень благодарю за Ugly, рыба значит смотреть общая гейское побережье на на рыбу очень богатым я обожаю барбун это рыбка которая питается на камнях это у нас дорада цены видите сами да это у нас морской окунь 450 лишь тоже вкусная мерчана очень вкусная 350 очень вкусная рыба к рыбу поливается вообще я удивляюсь как она конечно не портится хотя может и разбирают подешевле рыба 230 лир и килограмм сардины крупные очень удобно потому что не надо никуда и у киок до у нас до ума я пойдем и это бесплатная услуга естественно видите про что я говорила то что котиков всегда кормят вот но я пошла домой покажу потом что получилось надеюсь что будет вкусная как там новый год делала было очень вкусно информация конечно крайне противоречивая последняя новость которая видела который сказал глава муниципалитета коршила и коршьяки что тремя самолетами и 12 по моему вертолетами удалось загнать огонь в одну долину и вот они там его будут уже добивать сейчас но надеюсь что все они решат что удастся сегодня справиться полностью с огнем потому что ну что ужас а и 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